что мы готовы мы сегодня идем с вами пещеру кубера воронья так вот лагерь нашей экспедиции долина орта балаган тянет море облака вход пещеру находится по высоте 2250 метров глубина пещеры на сегодняшний день 2196 метров мы сегодня сходим до глубины 250 метров посмотреть одну часть легендарный пещеру убера воронья вчера было открыто 1960 году с педицей грузинской академии наук грузинские слёги и дали название пещере трубера название воронья появилась гораздо позже 80-х годах есть птиц которые стрелом напоминали ворон это когда сборный так ну что ж все готово здравствуй пещера наша экскурсия начинается входной колодец глубиной 57 метров совсем недавно еще здесь во входном колодце жили птицы напоминающий ворон горные галки после нашествия клёвов не решили переселиться их никто не тревожил может включать уже свет сейчас мы увидим а вот даже даже перья до старые гнезда есть сейчас посмотрим очень большая нагрузка на веревку выходном колодце есть тревоги практически поднимаются спускаются много раз одном колодце ниже конечно веревки изнашиваются гораздо меньше как раз от зубьев жумара мы работаем в пещере обычно на решетках остальными бабушками пещере много абразива песка который попадает на веревку вращает веревку такой мягкий напильник который очень легко спиливает алюминиевые бабушки у стоперов у симпов тех же решеток поэтому мы предпочитаем работать на решетках перестежки сделаны так чтобы было удобно оттолкнуться ногой и как можно меньше усилия пещере очень много вертикальных ответов конечно мы экономим на каждом на каждой перестежки я по несколько секунд в итоге выходит достаточно приличный личное время свободно и длинную веревочку свобода стационарная навеска висит на стальных нержавеющих ушах и на рапидах 2 рапида для того чтобы учебились верхний рапид если мы вынесли лица в нижний рапид карабин будет пережимать веревку поэтому все и все верхней рапи такова специфика стационарной навески снова перестежка на двух рапидах так вот и дно входного колодца продолжаем лучше так раньше здесь была первая лужи но во время спасательных операций хорошо была расширена и теперь здесь достаточно просто преодолевается вот видно слюды от шпуру расширялся то что можно пронести пострадавшие на листинг вот 2 метровый маленький уступчик но все равно повешенная веревка потому что уставшие спелевые не мучились здесь скалолазанием но спокойно поднимались не рискуя свалиться еще сейчас будет серия ждать нашу штуков большие услугчики очень комфортно провешены сухая пещера нет воды здесь место ваярия которую ставили когда-то исследователи пещеры еще уступчик тоже расширялся спас работы по отчетам с грузинских экспедиций и по топосъемке судя по ихним топосъемкам они дошли до глубины 100 метров но в общем то анализируя в общем то морфологию пещеры это по съемку скорее всего все таки что они не доходили до 100 метров потому что 100 метров это начало большого 116 метрового каборта скорее всего они доходили до глубины 80 метров вот куда мы сейчас и спускаемся сейчас глубина 80 метров 80 метров и вот было расширено 16 метров и вот здесь начинается большой колодец ну в общем то подозреваю что первыми в него спустились киевские спелеологи которые расширили которому удалось расширить худость и протискнуться через него вверх уходит веревочка восхождений восходили наши коллеги из команды Кейлекс ну а мы подходим к устью 116 метрового колодца и будем спускаться смотреть его рассматривать большой красивый глубокий колодец когда идет на поверхности дождь то колодец частично заливается навеска конечно старается обойти воду но не везде это удается вот натечная стеночка а здесь как раз течет во время дождей водичка вот все практически для большинства перестежек сделаны удобно с использованием рельефа для того чтобы можно было сняться не используя перила или какие-то там петельки или жумар достаточно вот так вот оп проверка дальше да вот здесь не мешало конечно поставить второй рапид глянем на колодец сейчас попробуем включить яркий свет дальний непонятно что получится двигаться на видео двигаемся дальше на измир снятишь так надо поменять веревочку на этом участке на оригинальное использование карабина или в данном случае рапида для перестежки вязано в узел. Дальше у нас идет веревка тенден. Достаточно неплохая веревка, долго выдерживает она. А это вот наша веревка Valtex. Веревка украинского. Раньше мы с вами использовали веревку U-Crop фирмы Texmo, но Valtex себя хорошо зарекомендовал в последние годы. Веревка мягкая, в гармошке не сваливается. В последнее время мы стараемся пользоваться вот этой веревкой Valtex диаметром 10 мм, хотя выглядит она чуть потолще. Вот видите, где неудобно от рельефа такие вот педальки. Включаются и карабинчики. Минус карабина, что прикисает муфта, бывает очень сложно открутить. Рапиды, конечно, проще откручивать с помощью ключей. До этого я ношу с собой два ключа на 13 и на 14, потому что муфты у рапидов бывают двух размеров. Вот такое сочетание и рапидов и карабина. Так, что далеко ещё? Наверное, где-то половину колодца спустились уже. Так, что вы видите обратно? Так, сейчас, кстати, обратно всё. Изб tears в три lahед agра. Поджignant перенences номер бафами. На Минус карабина. На years 우ки 고б, по другойам самков 별 бафами. В терме капра, аллах,niejsze бафам refere, тетрipts для расслаб 취пьем. Даче проверясь от Zeppi. Но и в злеAH этот предзывhar не исчайный перед. Вот это тяжечка. Если педальки неудобно отстегиваться с помощью полочек, то можно использовать и петлю веревочную. Вот мы на полочке. Первая большая полка в колодце. Поверка. Поехали дальше. Конечно, с карабином гораздо удобнее, чем с рапидами. Хотя рапид стоит гораздо дешевле. Карабина. Поехали дальше. В пещерах, где много вертикальных участков. Рапидами стараются быстрее работать на отвесах и экономить время. Поэтому стараемся как можно точнее и быстрее прямо к концу соревнованиях выполнять технические приемы. Вот вторая полка. С мешками, конечно, так ловко не получается. Часто в пещере встречаются такие вот перила из дублированной веревки. Обычно перила делаем из зелёвки, которая отслужила свой срок на отвесах. Как будто бы ещё более-менее нормально, но уже её нельзя вешать. На отвесах там разохматилась поплёточка. И обычно идёт на устройство перил. Так по-хозяйски используется. Поехали. Б南. 16-17-1746. Смирное место. Вот по-хозяйски. А ну, да, да. Открышись. Трорус. Продолжение следует... Вот она, отметка 200. К сожалению, люди, которые пользуются до сих пор карбидом, вот так вот оставляют отработку, ну а мы оставляем записки. Много раз уже убирали здесь, но, к сожалению, это до сих пор не помогает. Вот еще одна марочка. 0,3 УПСА. Вот раньше здесь была вторая узость, очень сложная. Нам приходилось снимать снаряжение, и вот без снаряжения уже проходить эту узость. Потом, когда уже проходили, пройдешь узость, стоишь в распорах над колодцем, надеваешь и сетку. В общем, это, по сути, неприятное место. Ну, сейчас, конечно, все гораздо проще. Опа! Хотел до сих пор. Тут садилось. Неприятное место. Неудобное, вернее. Опа! Так, вот телефонный кабель. Кабель протянут по всей пещере. Очень удобно. Слазь. Так, поехали дальше. Так, поехали дальше. Так, а здесь идет раздорожье. Вот эта веревочка ведет в основную ветку, а эта ведет веревочка в никудбушку. Сейчас мы подходим к этому месту, к такому известному. Отметка 240, где вот молодая пещера, в которую мы спускались, скрыла древний меандр. И вот в одну сторону пошла основная ветка, которая достигла глубины. Две в 196, а в другую сторону пошла ветка, которую мы назвали не куйбушевская. Сейчас у нее глубина почти 1700 метров. Наши ребята в этой экспедиции там как раз работают. Свежая навесочка как раз. Недавно сделали ее для удобства подходов. Чуть-чуть появляется водичка. Так, а вот этот вот меандр. Меандр. Древний меандр с натеками. Вот он натеки, который был скрыт этим колодцем. И так далее. вот он это раздорожье в этом году мы работаем в никуйбышевской и у нас выпить четверо иранцев поэтому специально для иранцев вот написали иран чтобы они ориентировались и уходили то когда нужно так вот у нас на уходит меандр такой глубокий глубина в около 30 метров это на никуйбышевск вниз веревка уходит на второе дно на отметку 340 где мы в прошлом году расширяли узость но так нам до конца его не удалось расширить сейчас пойдем ближе к меандру крым по которой люди обычно попадают в основную ветку интересно здесь поток воздуха идет он приходит из основной ветки и уходит никуйбышевской сюда уходит дорога удачи видим удачи основная ветка если вам не никуйбышевской вернитесь на пересушку выше вот меандр крым начинается сюда уходит никуйбышевская вот сюда в эти окна впервые заказами к заказали дисплеологи 1999 году в первом это была наша экспедиция руководил этой экспедиции первым зашел алексей жданович из города в принципе было видимо кажется сложно было не заметить сложно было не заметить этих меандров но почему-то филеологи спускались след за каплей воды вот туда уходит вода почему-то их совершенно не интересовали эти ответвления которые заинтересовали на все наша экскурсия сегодня заканчивается думаю следующий раз мы прогуляемся и в основную ветку в последнее время